Улицария получилась вторая статья 290 главного кодекса Российской Федерации, как получение должностным лицом личной взятки в виде нового имущества для совершения действий в пользу, представляемый взяткодателем улица и становится его должностного положения, может способствовать указанным действиям значительного размера, при назначении наказанцев, учитывая его влияние и исправление подсудимого условия жизни его семьи, принимает во внимание хорошая цель в степени общественной опасности совершенного нарушения преступления, состояние его здоровья, данное решение подсудимого, которого главная ответственность и ранее не привлекался. На учете у врачей-нарколога-психиатра не стоит, характеризуется положение, является ветераном труда, почетным работником ЖКХ, нет многочисленной благодарности, почетной грамотой хозяйства, рассмотрения делов в основном порядке, в связи с чем суд применяет в положении части 5 ст. 62 Главного кодекса Российской Федерации, техчайших указаний от статей не имеется, в качестве мягчающих суд учить явку с повинной активностью о собственном раскрытии и расследовании преступления добровольного размещения ущерба, причиненного УННК, Саратов, нефтегазодобыча, в связи с чем суд учитывает требования части 1 ст. 62 Главного кодекса, Российской Федерации. При таких обстоятельствах суд считает возможным назначен наказанным штраф, при определенном размере которого принимает внимание имущественное положение подсудимого в основном для применения положения ст. 64 Главного кодекса Российской Федерации, а также изменения категории преступления. В связи с тем, что денежные средства в размере 53 тысячи рублей получены в качестве взятки при совершении преступления предусмотрен частью 2 ст. 290 Главного кодекса Российской Федерации в соответствии. В ст. 104 Главного кодекса Российской Федерации в соответствии с принадлежностью безвозмездного изъятия и обращения собственных государств, однако конфискация невозможна в связи с их использованием. Суд на основании ст. 104 Главного кодекса Российской Федерации выносит решение конфискации осужденного в соответствующей денежной сумме 53 тысячи рублей с обращениями ее собственности государства. На основании должного руководства ст. 37, 38, 39, 36 Главного кодекса Российской Федерации приговорил Андрюшенко Андрея Евгеньевича признать виновным в совершении преступления предусмотренным частью 2 ст. 290 Главного кодекса Российской Федерации назначить им наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей с решением права занимать должность в государственной службе в органах местного самоправления предусматривающей выполнение организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций, а также функций представителей власти на срок 3 года. В соответствии со ст. 104, прим. 1, 104, прим. 2 Главного кодекса Российской Федерации конфисковать у Андрюшенко денежную сумму соответствующей размеру полученной им взятки 53 тысячи рублей, обратив данные денежные средства в собственные государства. Арест наложенный судебно на постановление на имущество Андрюшенко на автомобиль Toyota RAV4 2004 года в государственный регистрационный знак R-010 и R-64 регионы VIN JT.